приветствую вас дорогие друзья опять друзья у нас очень хорошая церковь очень хорошее здание где можем все вместе собираться очень большое пространное я попросил чтобы мы подходили вперед чтобы нам немножко дружнее вместе сидеть во время первого пения когда мы все встанем я попросил чтобы те которые сидят на задних скамейка чуть подошли вперед нам будет легче вместе петь проставлять бога давайте перед началом прочитаем место из гиблии которое записано иакова 1 глава 22 стих будьте же исполнители слова они слышать или только обманывающие самих себя ибо кто слушает слово и не исполняя тот подобен человеку рассматривающему природные черты лица своего в зеркале он посмотрел на себя отошел и тотчас забыл каково но кто вникнет закон совершенный закон свободы и прибудет в нем тот будучи не слушателем забывчивым но исполнителем дела блажен будет в своем действовании давайте останье помолимся иисус у нас твердо я верю мой иисус имя утешен и веселюсь Небо наследие хочет Он дать, Как же приятно им обладать! Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе, дивно моем, Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе, дивно моем, Твердо я верю с часа того, Как я отдал вся дитя его Мир наполняя сердце мое В нем нахожу я хлеб и питье Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе, дивно моем, Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе, дивно моем, Чудный и полный мир и покой Дух мой находится в союзе с тобой Дай, чтоб тебе я сердце отдал Я б умолялся, ты б возрастал Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе, дивно моем, Вечно я буду петь с торжеством Об Иисусе, дивно моем, Об Иисусе, дивно моем, Радостью Христи я знайшов Ви моє життя і спокій Коли я до Него прийшов З того часу Батько Він мій З того часу я Його Син І радів, щоб Він прийняв Мене до святых тут країн Щоб Його я там прословляв Я приніс до Нього все зло Він дав ради серце моє Всі гріхов не геть відшло Бо Отец спасіння дає З того часу я Його Син І радів, щоб Він прийняв Мене до святых тут країн Щоб Його я там прословляв І тепер радів всі дні Щоб мене мій Батько знайшов Він подав прощення мені Коли я до Нього прийшов З того часу я Його Син І радів, щоб Він прийняв Мене до святых тут країн Щоб Його я там прословляв Мене до святых тут країн І путь узкий Також Библия учит нас, що Більшінство людей Ідут широким путем І только малость Ідет узким путем Давайте прочитаем Матфея 7 глава С 13 по 14 стих Входите тесными вратами Тому що широкі врата І пространен путь Ведущий в погибель І многие ідут іми Тому що тесни врата І узок путь Ведущий в жизнь І немногі находять їх Так почему же Більшінство людей Ідут широким путем? Тому що по своєй природі Люди грешні А широкий путь Це путь греха І чим дільше Человек ідет этим путем Тим трудніє йому осознать Що він заблудився І він іщет в себе оправдання То тут, то там Порой смотрит на других людей Думає, що У них Гораздо все хуже Значить, у мене не все так плохо Давайте прочитаємо Сміста притч Це буде 14 глава 12 стих «Есть пути, які кажуться Человеку прямими, но конец их Путь к смерти» Очень страшные слова І мне кажется, не може быть Більшого разочарования для человека, чем Прожить всю свою жизнь В угождение плоти І лише в конце жизни І лише Після смерти Узнать, що все було напрасно Так хто ж находит узкий путь? Лишь только тот Кто устал от блужданий во тьме Кто понял, що його жизнь не имеет никакого смысла і цели Кто посмотрел вверх вместо того, чтобы смотреть на людей Кто понял, що Ісус Христос – це його единственный шанс Лишь такому человеку Бог протягивает руку Дает милость І дарует спасення Вопрос к нам сегодня такой Каким путем сегодня иду я? Узким или широким? Идти узким путем – это не просто видеть цель Впереди себя Это жить этой целью Путь – это жизнь Это мои мысли Это мои ежедневные выборы Это практические выборы Такие как Что есть, что пить Или даже во что одеться Это то, что я делаю в свое свободное время И если я говорю, что я иду узким путем То моя жизнь должна отражать это Когда касается практических выборов Выбираю я то, что показало бы мою скромность Или же я делаю выборы, которые только притыкают людей Мы должны помнить, что правда в том Что наши практические вот эти выборы Наша практическая обыденная жизнь Она и показывает людям, кто мы есть на самом деле И либо мы влечем за собой людей к Господу Либо же отталкиваем их от Бога Начинается учебный год И наши детки вот идут у школы завтра уже И мы переживаем Мы знаем, что в их жизни Им нужно будет делать трудные выборы Мы же, как родители Должны делать все с нашей стороны зависящее От того, чтобы приготовить их к этим выборам Чтобы показать разницу между добром и злом Показать эту разницу в практической своей жизни Показать, привить им любовь к узкому пути Своей жизни И только так это возможно Потому что все выборы, которые они будут делать Они будут иметь влияние на их дальнейшую жизнь И не забывать молиться о них каждый день Приносить их Господу Потому что только так мы сможем сохранить их от мира Давайте помолимся Аминь Хорошо, когда вместе в общении Мы сольемся единой хвалой Хорошо, когда в скорбь и в терпенье Переносим с надеждой живой Хорошо, если сердце свободно Хорошо, если нету в нем зла Хорошо, хорошо и спокойно В той душе, где всегда тишина Хорошо, когда душу и тело Мы вполне для Христа даем Хорошо, хорошо Хорошо, когда в битве мы смелы Когда действуем так, как поем Хорошо, если сердце свободно Хорошо, если нету в нем зла Хорошо, хорошо и спокойно Хорошо, хорошо и спокойно В той душе, где всегда тишина Хорошо, когда в буре невзгоды Нашу душу порой всколыхну Когда чувствуем тяжесть дороги Когда труден наш жизненный путь Хорошо, если сердце свободно Хорошо, если нету в нем зла Хорошо, с Иисусом повсюду С Ним легко, ведь Он бремя несет. Хорошо нам открыть сердце другу, А наш друг Иисус все поймет. Хорошо, если сердце свободно, Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно В той душе, где всегда тишина. Хорошо, как мы счастливы с Богом, Не покинет Он нас никогда. По тернистым житейским дорогам Хорошо с Иисусом всегда. Хорошо, если сердце свободно, Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно В той душе, где всегда тишина. Все студенты вышли. Присаживайтесь, друзья, кто в зале. Детка, я хотел спросить, вы тоже можете сесть на ступенечки, на минутку. Хотел спросить, поднимите руку, кто хочет идти в школу? О, даже есть такие. Эти даже взрослые хотят, а уже время прошло. А как вы думаете, Библия говорит, что нужно учиться, идти в школу? Или это просто придумали люди в этом мире? Кто может сказать? Библия говорит, что нужно учиться? Никто не знает? Исследуйте Писание, Борис Сергеевич говорит. А в общем, познание науки. Библия говорит, что нехорошо душе без знания. И много, особенно в книге притчи написано, что нужно искать, познавать мудрость. Но мудрость, самое главное, где находится? Страх Господень, да? Познание Господа. Друзья, мы сейчас помолимся. Это самое главное, для чего вы вышли. Но я хочу вам одну деталь сказать относительно вашей учебы в школе. Поднимите руку, еще один вопрос. Кто когда-нибудь знал какой-то секрет, чего другие не знали? Знали когда-нибудь секрет какой-то? Вам что-то по секрету на ушко сказали, а другие не знали? Вы чувствовали себя хорошо, что я знаю больше, чем другие, да? Любите секреты? Так я вам скажу один секрет. Вот вы пойдете в школу, да? И многие учителя будут вам рассказывать хорошие науки. Допустим, нужно знать, да? Математику, физику, географию и другое. Это нужно. Для чего? Как вы думаете, для чего все это нужно знать? И Библия говорит, что нехорошо без знания. Для чего это нужно знать? Чтобы потом, когда становишься постарше, чтобы не было тяжело в жизни. Правильно. Чтобы иметь успех, чтобы разбираться в этом мире, как правильно жить, специальность, легче будет выбрать и использовать эти знания. Друзья, я хочу вам сказать секрет, в чем заключается. Что все эти знания, которые вам будут преподавать, они исходят от Бога. Бог дал все эти знания. Если вы услышите, что преподаватель вам сказал что-то такое, что расходится с тем, что вы слышите в церкви, что рассказывали папа с мамой, откуда появился мир, или как нужно правильно жить, чтобы вы знали секрет. И вы можете смотреть на учителя и улыбаться, и не переживать, что он говорит по-другому. Секрет заключается в том, что успех будет иметь тот в жизни человек, который поступает по Слову Божьему, который делает так, как Библия говорит. Потому что Бог является источником всего, всех знаний, и от Него зависит успех и благословение. Не от того, как люди говорят. Поняли? Поэтому знайте точно, что вы идете в школу, там будет много хороших, полезных знаний. Но когда что-то будет вам резать слух, не бойтесь, не бойтесь другим сказать этот секрет, что Бог является самым главным, тот, который дает самое главное знание. И не стыдитесь говорить об этом другим людям, что вы испытали это, что Библия всегда верна. Хорошо? Договорились? Не забудьте этот секрет в школе, что успех зависит не от учителей, не от того, как вы людей будете слушаться, когда они противоречат Библии. Поэтому, сознавая, что мы зависим от Бога, сознавая, что Он дает мудрости, Он дает здоровье, Он хранит только от зла, поэтому мы от Него нуждаемся. В Нем мы ищем мудрости, от Него успеха. И будем помнить, что все, что вы будете познавать, очень главное, чтобы вы сравнивали это с тем, как говорит Библия. Поэтому Библию далеко не прячьте, да? Чтобы Библия у вас оставалась на ваших столах, чтобы вы всегда читали Библию. Потому что начало мудрости, самое главное познание, это от Бога, ходить перед Богом в страхе. Давайте мы сейчас все встанем. Друзья, встанем вместе, в молитвенном состоянии, предадим наших деток Господу, сознавая, что Он, тот, который создал систему просвещения, да? Когда Слово Божие так говорит, что Бог, Иисус Христос, пришел на землю для того, чтобы просветить всякого человека. И чтобы этот учебный год послужил для их благословения, для утверждения их не только в науках, но также в науке Господня. Обратимся к Нему в молитве. Отец наш Небесный, Мы благодарны... Братья и сестры, мы вчера на общении имели возможность со взрослыми, с молодежью, с детьми, петь песню о вере. Я хотел бы... Сегодня у нас будет возможность спеть эту песню. Хотел бы помолиться еще раз об этом. Мне предложил брат Сережа о вере. Давайте мы будем помнить, хранить веру, хранить это зерно, и помнить, что устами веруют к праведности, а сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Складите еще голову, и давайте помолимся. Отец Небесный, мы молились сейчас еще раз, приносим свои сердца к Тебе. Без Тебя мы ничего не можем делать. Мы умолимся... Кто вчера был в парке? Поднимите руку. Помните песню? Запомнили, наверное, песню, да? Наверное, никогда не забудете. Мы спели ее, наверное, раз... Сколько? Десять? Хорошая очень песня, правда? Давайте это будет песня, напутствие вам, пожелания о церкви. От греха я спасен, верю я, чтобы вы сохраняли веру. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok От греха я спасен, Божий мир в отворен, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я люблю тебя давно давно так давно так давно я люблю тебя давно о как сладок голос Божий я люблю тебя давно Слава Богу, он любит нас я надеюсь для вас это было утешением сейчас он любит вас Двое нищих стоят у центральных ворот Вызывая к себе состраданье Только мимо спешил скуповатый народ Редко кто опускал подаянье Но настойчиво к людям тянулась рука Одна шапкою грязного цвета А другая жестянкою от молока За рублями и мелкой монетой Нищий шапкой сердито прохожих корил Ему деньги бумажные надо Нищий с банкой улыбкой благодарил Запятак, что на донышко падал На сердитую ругань скупился народ В шапке мелочь, да гайка для смеха У другого же баночка наоборот Наполнялась до самого верха Все мы просим у Господа Дай и пошли Часто требуем и со слезами Получили ответ Отвернулись, ушли И спасибо Ему не сказали Бог за нас умирал На кресте и воскрес Те, кто жертву такую забыли Получают лишь капли Даяний с небес А могли бы иметь Изобилие Во Христе избавление От смерти для всех Лишь спасенному это понятно Благодарное сердце Имеет успех Благодарность и Богу И людям приятно Аминь Смоковница Он издали Смоковницу заметил Она такой имела пышный вид Ее листвой играл веселый ветер Казалось, что листва плоды таит Но ближе подойдя Он поднял ветку И не нашел ни одного плода И обратясь к ней Как к человеку Сказал Бесплодной будешь навсегда Пускай никто отныне Не вкушает твоих плодов Раздался приговор И притчу эту Люди повторяют И смысл ее Рождает часто спор И многим кажется порой Несправедливым Поступок Господа Смоковницей пустой Беспечно росшей Тихой и счастливой Довольную своей листвой густой Я верю в благость Господа Иисуса В Его любовь И сердце доброту И объяснять всей притчи Не берусь я Но чувствую Господню правоту Как много есть Подобных этой Смоковницей евангельской пустой На первый взгляд По видимым приметам Мы будто обладаем полнотой Так много листьев Пышных и зеленых И ветви И такой здоровый вид Вблизи ж Вплотную Странник утомленный Нам тот же приговор Провозгласит Какой обманчивой Бывает внешность Активность часто Только суета Бесплодность нашу Обнаружит вечность Там явно и станет Наша нагота Иной на вид Как будто Не заметен О нем друзья Почти не говорят А он давно У Бога На примете Плодами Драгоценными Богат Господь Господь не смотрит Издали Как люди Он прямо в сердце Глубину глядит И горе тем На ком плода не будет Но хуже тем Кто только Делал вид Аминь 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 Зажигались в небе звезды Ласкова моя Знаю Там О честь Не ждешь Ты Господи Меня Я записан Книги Жизни Вечной Святой Встреча Скорая В отчизне Господи С тобой Я записан Книги Жизни Вечной Святой Встреча Скорая В отчизне Господи С тобой И меня Земного Манит Голубая Высь Стаи Пламенных Желаний В небо В отчизне Я записан Книги Жизни Вечной Святой Встречусь Скорая В отчизне В отчизне Господи С тобой Я записан Книги Жизни Вечной Святой В отчизне В отчизне В отчизне В отчизне Господи С тобой В отчизне В отчизне В отчизне Верю, что приду когда-то В небо, как домой, И душа тоской обята По стране родной. Я записан книги жизни, Вечной и святой. Встречусь скоро я в отчизне, Господи, с тобой. Я записан книги жизни, Вечной и святой. Встречусь скоро я в отчизне, Господи, с тобой. Господи, с тобой. Аминь. Благодарим. Манит сердце мечтою, Вы с небес голубая, Нашей общей судьбою Стала вера живая. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христиане. Иисус стал нам друга, Мы на теле всегда. Мы на теле узнали, Он врачует недуги, Удаляет печали. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христиане. Он дарует спасенье, Мир и радость безмеры, И второе рожденье, Только искренне веруй. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христиане. Садитесь, пожалуйста, друзья. Сейчас, как всегда, кто желает, у кого маленькие детки до 5 лет, могут отвезти деток в детскую комнату. Друзья, прекрасно сегодня мы пели слова, песен, прекрасно уже прозвучало с этого места, из слов, песен, которые мы пели, о том, что мы являемся христианами, мы должны быть светом для этого мира. Я бы хотел вместе с вами сейчас исследовать текст Священного Писания, который записан Матфея 3 глава с 1 стиха. Давайте откроем. Матфея 3 глава с 1 стиха. Очень интересный человек здесь описывается в этой главе. Очень интересный тем, что когда-то Иисус Христос сам назвал этого человека необычным человеком. Из тех людей, которые жили до рождения этого человека, он назван самым великим. Подумайте только, в истории библейской, в истории мира было очень много великих людей. Был Моисей, был Давид, были завоеватели, были цари, как Новохадоносор, допустим. Было много великих людей. И Иисус Христос в Иоаннле от Матфея 11 глава, 11 стих говорит следующее об Иоанне Крестителе. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, самый великий человек в мире». Что особенного в этом человеке? Почему о нем можно сказать, что он прожил свою жизнь не зря? Он прожил полноценную, плодотворную жизнь. Сегодня мы провожаем детей в школу. Я, разумеется, думаю и уверен, что каждый из родителей желает благословения для своих детей. Мы как-то представляем себе будущее своих детей. Мне как-то мой старший сынок Иосиф недавно сказал, что он хочет быть доктором и правоведником. Не знаю, почему он так решил. Он хочет быть доктором и правоведником. Я уверен, каждый ребенок, каждая девочка и каждый мальчик планирует, думает и родители мечтают о своих детях. Кому-то они хотят подражать, с кого-то берут пример. Так вот, перед нами жизнь человека, на самом деле достойного того, чтобы взять с нее пример. Давайте задумаемся о самих себе. Когда закончится наша земная жизнь? Когда мы приблизимся к этому порогу смерти? Когда мы будем смотреть уже в небеса? И это может кому-то наступить очень скоро, кому-то может быть не так скоро. Тем не менее, все мы в свое время прекратим свое земное существование. Оглянувшись назад, что мы увидим? Будем ли мы сожалеть или, оглянувшись назад, подумаем, на самом деле достойно прожитая жизнь? На самом деле, мы прожили так, что и о нас Христос скажет, человек верный раб. В малом ты бы верный на многим тебя поставил, как я говорил в одной из причин. Если посмотреть с местской точки зрения, то Иоанн Креститель ничем особым не отличался. У него не было, даже насколько мы знаем, у него дома своего не было, имущества своего не было. Насколько мы знаем, у него ничего не было. У него, в общем-то, и образования нормального не было, у него положения в обществе не было, научных степеней не было, набитых кошельков, кошельков, деньгами не было, не было ничего у него, не было. И каких-то особенно выдающихся достижений. И даже по этим меркам мирским, и Христа, в общем-то, если его так посмотреть со стороны, казалось, он тоже не особо великим был. Потому что мы знаем, величие, Бог говорит, заключается не в том, что мы имеем, а намного в чем-то другом. Но совершенно в другом заключается величие. На прошедшей неделе, кто из вас смотрел новости, я думаю, на каждой странице газеты и почти на каждому каналу, говорили о смерти великого человека. Возможно, раньше вы даже о нем не слышали, если мало смотрели телевизор, но большинство американцев слышали о этом человеке. Умер известный артист, Роберт Уильямс. И при том умер не просто какой-то трагической смертью, а закончил жизнь самоубийством. Он признавался своим близким и знакомым, что страдал от глубокой депрессии за некоторое время до того, как покончил жизнь самоубийством. То есть о нем знали некоторые, что он переживает какие-то трудности в жизни. И очень интересно посмотреть на этого человека, что он обладал всем. На самом деле, по меркам этого мира, он был великим человеком. У него были десятки миллионов долларов, всемирная слава. Он считался лучшим юмористом, почти в истории как юмористом, комиком. Он умел спешить людей. Тем не менее, когда приблизился переход в вечность, он не смог рассмешить самого себя, так сказать. Он покончил жизнь самоубийством, потому что величие, счастье, успех жизни измеряется не материальным богатством, не славой, а чем-то совершенно другим. Об этом записано Луки, 1 глава с 15 стиха. Луки, 1 глава с 15 стиха. Так охарактеризовал Иисус Христос. Бог сам охарактеризовал так Иоанна Крестителя, предсказывала его жизнь. «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу, Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведникам, чтобы представить Господу народ приготовленный». Величие в глазах Божьих измеряется совсем другими рамками. Величие измеряется тем, насколько ты вкладываешь в свою жизнь вечные ценности. Иоанн Креститель вкладывал в свою жизнь не земные ценности, а вечные. Он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы других приводить к познанию Бога. Для того, чтобы своей жизнью и своей проповедью обратить многих людей к Господу, чтобы изменить их мышление, помочь им понять, кто тобой Иисус Христос, и что Бог ожидает от них, чтобы представить Господу народ приготовленный. Он вложил в свою жизнь, посвятил в свою жизнь тому, чтобы души окружающих их людей, его людей, познали Господа. В этом величие этого человека. И в это самое великое, что можем мы сделать как родители, это привести наших детей к познанию Господа. Это самое великое, что мы можем делать как церковь, это своей жизнью, своей проповедью, своей любовью, круг к другу, к окружающим, привлекать других к познанию Господа. Это самое великое, что только может происходить, потому что это самое вечное. Из того, что он находится в этой комнате, из того, что существует сейчас, единственное, что будет существовать всю вечность, это души человеческие, наша душа и окружающих нас людей. Поэтому и самое великое вкладывать свою жизнь в опрощение душ человеческих к познанию Господа. Он просто не явился на мировой сцене. Он на самом деле пришел, потому что Бог его послал для этого. Так же, как Бог посылает нас, и Бог тоже дал нам такую задачу и такую миссию – приводить других к познанию Его. В Матфея 3 глава с 1 стиха мы читаем следующее. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизьте вас Царство Небесное, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». За 700 лет до рождения самого Иоанна Крестителя пророк Исаия предсказал, что придет определенный человек перед приходом Мессии, перед приходом Царя, для того, чтобы приготовить людей к преклонению перед этим Царем, приготовить людей, чтобы они приняли Его как Царя. Это была очень распространенная практика в то время. Перед тем, как Царь приедет в какую-то область, перед ним шли вестники, гонцы, которые, в общем-то, имели две задачи. Предупредить людей, что придет Царь, и приготовить дорогу. Разумеется, дороги тогда были не как сейчас заасфальтированные и ровные, по крайней мере, в Америке, где мы живем. Тогда были дороги очень опасные, нужна была определенная охрана, может быть, для того, чтобы проехала эта свита Царя. И дороги были очень неровные. И поэтому Исаия предсказывал, что он выпрямит эти дороги. То есть, так же самое, как, может быть, нужно было засыпать какую-то яму, или, может быть, какое-то препятствие убрать с дороги. Так же сама миссия Иоанна Крестителя заключалась в том, чтобы, может быть, гордость людей немножко унизить, чтобы они способны были принять Иисуса Христа, способны были бы твою нужду в Нем и преклониться перед Ним, как царем. Его миссия заключалась в том, чтобы приготовить разум и сердца людей к тому, чтобы на самом деле искренне от сердца преклониться перед Ним. И в наше время тоже это можно заметить. Я помню, еще в Харькове, где мы жили, в наш город приезжал какой-то президент. Я не помню, какой это был президент России или Украины. И это было зимой, и помню, как прямо на снег ложили асфальт. Только для того, чтобы он проехался, и было ему ровно. Помню, по той дороге, где он будет ехать, все выровняли, все покрасили, для того, чтобы смотрелся хорошо наш город в то время, когда он приедет. Это было практикой в древности. И в этом заключалось пророчество Исаии, и в этом заключалась миссия Иоанна Крестителя. Приготовить народ и предупредить народ. И второй стих этой главы и говорит о том, что он этим занимался. Он приготавливал народ тем, что проповедовал покаяние, и говорил, покайтесь, приближается Царь Небесный, Царь Неба и Земли, тот, который существовал всю вечность, Мессия, обещанный в древности многими пророками, придет, скоро придет. И как подготовить себя, средство подготовки себя – это покаяние. Своей жизнью, своим служением Иоанн Креститель был еще одним доказательством царственности Иисуса Христа. И давайте повторим, хотя бы коротко, но повторим о том, что мы уже изучали в этом Евангелии. Апостол Матфей, он с самого начала этого Евангелия пытается доказать своим читателям, что он пишет необычную биографию. Он пишет не просто о великом человеке, он пишет о единственном таком, который единственно может взять наши грехи на себя, он умер за наши грехи. Он пишет о единственном, которому можно назвать Бога-человеком. Он пишет о царе царей Иисусе Христе. С самого начала, помните, он говорил, что он царь, потому что родословие от царя Давида. Потом также в первой главе он говорит, что он Бог, потому что родился от Духа Святого. Во второй главе он говорит, что он царь, потому что волхвы и мудрецы пришли, преклонились ему, как перед царем. И через все эти главы проходит одна тема, очень много исполнившихся пророчеств. Сотни и сотни буквальных пророчеств Ветхого Завета исполнились в жизни Иисуса Христа. И миссия Иоанна Крестителя, и миссия нас с вами, это так влиять на окружающих нас людей, чтобы когда придет Христос и постучит в сердце нашего ребенка, Он захотел ответить. Потому что жизнь наша была такой излучающей свет. Жизнь наша была таким магнитом, привлекающим нашего ребенка Иисусу Христу, что он не сможет не ответить. Ему захочется открыть двери своего сердца, ему захочется поверить, потому что пример жизни нашей был потрясающий. В этом заключалась роль Иоанна Крестителя, его жизни и его проповеди, подготовить. В этом заключается роль родителей, пример жизни и пример общения с детьми, слов наших общений с детьми, подготовить их к тому, чтобы они захотели поверить в Иисуса Христа. В этом роль нашей церкви, для того, чтобы окружающие люди, видя нас, нашу жизнь и нашу проповедь, захотели поверить в Иисуса Христа, потому что на самом деле увидели свет. Проблема в том, что мы по природе люди не хотим знать Бога. Мы можем быть поверхностно, не против как-то, иногда, очень даже лицемерно, какое-то служение для Бога делать. А внутри, в сердце, мы по природе противимся воле Божьей. Когда-то, когда Бог посылал апостола Павла на служение, он говорил следующее слово. Деяния, 26 глава, 17 и 18 стих. «Я теперь посылаю тебя открыть глаза им», то есть неверующим язычникам, «чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в Меня, получили прощение грехов и жребий со священными». Жребий со священными, то есть, чтобы они получили участь, жизнь вечную, с теми, которые названы святыми. С самим Богом. Каждый человек по природе вот такой, как здесь описывается. Он под гнетом грехов. Я думаю, для нас всех, для большинства из нас не нужно это доказывать, что мы грешники. Мы видим, по сравнению со святостью, с величием Божьим, мы недостойны Его милости. Нам нужно прощение грехов. Из-за того, что мы грешники, мы находимся под властью сатаны. Он имеет на нас право. Он имеет право на наши души для того, чтобы погубить их вечно. И у нас закрыты глаза. Мы даже не видим своего истинного духовного состояния. Мы так ослеплены суетой этого мира, так ослеплены материализмом этого мира, что мы не видим, что приближаемся к краю пропасти. Как слепой, может быть, за рулем какого-то автомобиля, который едет и скоро упадет в пропасть. Нам нужно освобождение Божье, просвещение нашего ума, наших глаз. Нам нужно, чтобы нам освободиться от власти сатаны. Для того, чтобы человек это понял, для того, чтобы человек понял нужду в этом, Бог использует окружающих людей. Агенты Божьи на земле – это мы с вами. Так же самое, как агент Божий на земле был Иоанн Креститель. На одной из ручек или карандашей, которые мы подарили сегодня деткам, написано «Так да светит свет ваш пред людьми». Вот мы должны так светить в наших школах, в наших колледжах, куда пойдем учиться на следующей неделе, для того, чтобы людям захотелось узнать, а что с тобой по-другому? Что происходит в твоей жизни? Расскажи нам о Боге, в Которого ты говоришь, ты веришь. Потому что мы хотим жить такой жизнью, которой ты живешь. Давайте сейчас обратим внимание на протяжении нашего общения и посмотрим детально на жизнь Иоанна Крестителя. Научимся, посмотрим на разные сферы его жизни. Каким образом он был этим магнитом, который притягивал. У нас не будет времени для того, чтобы много... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok